Прямая линия с президентом. Поселок Воздвиженко. Полдесятого вечера. Смотрим в окно. Воздвиженко находится в часе езды от меня. Прямая линия с президентом. Добрый вечер. Володя, больше лапши. Видишь, люди как тебя слушают. Хватит лапшу вешать людям на уши, на голову. Что за вопросы? Что за вранье? Вова, остепенись. Холл-центр, вы что там гоните? Давайте нормальные вопросы. Уваляют людей с работы. Что за бред? Почему эти вопросы не касаются? Одна лапша. Не менее важный вопрос. Рос цен на все. Раньше он был только на продукты. Сейчас на все цены выросли. На стройматериалы на 300%. На картошку. Вот в прошлом выпуске я рассказал. Вообще на 1000%. То есть в прошлой зиму ее можно было купить там за 9-10 рублей. Ну хорошо, там 12-13-15. Да, сегодня, ну в районе сотки она уже стоит. А где-то и дороже. Слушайте, и это очевидно. Это видят даже ватники. Я думал, Путин что-то поумнее придумает. Нет, он как обычно отморозился. Это общемировая тенденция. Общемировая тенденция к чему? К тому, что картошка на 1000% подорожала. Где? В России. Которая, как в той песне, широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Да мы при желании. Да? При должной политической воле этой картошкой весь мир можем засыпать. У нас ее хоть жопой ешь. Можно вот столько выращивать. У нас такие территории. Но нет. У нас в России нет картошки. И Путин селит общемировая тенденция. Мы попробовали. Надо как-то контролировать цены. Регулировать. За счет государства у нас не получилось. Мы не знаем, что делать. Поэтому мы с тем и соскакиваем. Слушайте, я вам расскажу, что такое государственное регулирование цены. Даже далеко сходить не буду за примерами. Не из какой-то там европейской страны я это подсмотрел. Колхозная Белоруссия. Пожалуйста, в начале десятых туда ездил. Правда сейчас не знаю, осталось это, не осталось. Вот там вот я увидел госрегулирование цен на детские товары. Что это значит? Значит, Лукашенко издал указ, согласно которому устанавливается планка, дороже которой детские товары нельзя продавать. Дешевле можно, дороже нельзя. Но я тогда, конечно, озадачился. Я говорю, а как? Ну там условно тысячу рублей и все, и не дороже. Я тогда озадачился. Я говорю, подождите, а как? А ну хорошо там плюшевый мишка какой-нибудь. А какая-то машинка, которая напичкана электроникой, на радиоуправлению, но у нее входная цена даже дороже, чем эта тысяча. Как? Что делать предпринимателю? Не объяснили. Предприниматель подает документы в госучреждения, да, и вот эту вот разницу в цене, то есть он показывает, что закупная цена выше этой тысячи, там допустим две, да. И вот ему разницу компенсируют за счет бюджета. Вот это вот называется государственным регулированием цены. Поучитесь у Лукашенко. Лукашенко дремучий об этом знает, понимаете. А великий там геополитик, великий стратег Путин об этом не в курсах. Да просто нафиг не надо. Вот и все. И не надо врать. Кстати, наткнулся тут на одно интересное видео, хочу вам его показать. Называется видео «Какие вопросы никогда не прозвучат на прямой линии с президентом». Внимание на экран. Гарантируете ли вы неприкосновенность и отсутствие политических барьеров для молодых ученых и перспективных исследователей? И нужны ли России инновации и лидерство в области науки и технологий? Владимир Владимирович, вы обещали выбить зубы тем, кто собирается укусить Россию или откусить от России кусок. Как вы думаете, стоит ли бояться тем россиянам, которые за 20 лет вывезли из нашей страны России сырья на 10 триллионов долларов? Владимир Владимирович, самолеты отряда «Россия» для президента оборудованы унитазами за 2,6 миллионов рублей и держателем для бумаги за 107 тысяч рублей. Что вы чувствуете, пользуясь ими, и сколько стоит ваша туалетная бумага? Кстати, рекомендую. Ребят, канал называется «Что делать?». Я, по крайней мере, нигде такого не видел, чем ребята занимаются. Они, значит, выстраивают свои видео на основе опроса. То есть, формулируют какой-то вопрос социально значимый, выходят на улицу и просто опрашивают реальных людей, что они думают, да, спрашивают, выпрашивают мне какие-то рецепты, может быть, то есть, если бы вы были там главой государства, как бы вы поступили там в той или иной ситуации. Вот, значит, опрашивают там, условно говоря, 100 человек, а потом те же самые вопросы переадресовывают политикам. Политикам, каким-то общественным деятелям, то есть, ну, тем гражданам, которые, типа, сидят во власти, которые, типа, слуги народа. Вот. Политики, естественно, у нас. Вообще любые чиновники, они косноязычные, они непрофессиональны, они туповаты, говорят на каком-то своём птичьем языке, да, одним им понятным. Вот. Они не разбираются толком ни в одном из вопросов, они страшно далеки от народа, и вот, значит, они задают, и потом вот на контрасте, что люди думают, и что думает глуповатый чиновник. Классно, интересно, нигде такого не видел, ссылку оставлю в описании, сможете как раз досмотреть видео, фрагмент которого я вам показал, ну, и там у них другие видеоролики, может быть, поддержите даже подпиской, ребята будут рады. Ребят, это всё, о чём хотел рассказать ещё раз. Задумайтесь над тем, что президент нас слил. Он просто нас слил, он предал нас с вами, да, а свой народ он просто взял на нас наплевал. Мы до этого, да, да, знали, что ему, в принципе, до нас нет никакого дела, но вот сейчас он сделал это демонстративно, поэтому, ну, если есть ещё те, кто всё ещё этому человеку верит, да, ну, покажите им этот видеоролик. Всё, хороших выходных, пока-пока. И давайте доедать сладенькое с прямой линии Наиля Аскерзаде с Путиным просто начинает расцветать, улыбается, шутит. Видимо, об этом её просит Андрей Костин. Спасибо, я предлагаю переместиться в центр обработки сообщений, спросить наших коллег, скучно девочке или нет, как там у вас обстановка-то? Ах, как забавно, как смешно, какая домашняя обстановка. Девочки или нет, как там у вас обстановка, Татьяна? Наиля, совершенно не скучно, вопросов у нас очень много, как только в эфир выходит президент, понимаете, какой сразу скачок идёт по количеству обращений. Кстати, рекордная по минимальному количеству вопросов к Путину, даже по официальным данным, прямая линия. Ещё раз, сначала на глаза этого оператора. Аиля, совершенно не скучно. Видите как? Он понял. Мы в эфире? Ой, а я ничего не делаю? Да как же так? Срочно пальцы на клавиатуру и изображаю бурную деятельность. Прямо как тот парень на заводе. Совершенно не скучно, вопросов у нас очень много. Как только в эфир выходит президент, вы понимаете, какой сразу скачок идёт по количеству обращений, когда люди видят это живое общение, живую связь. Ой, вспоминается, конечно, анекдот, когда приходит устраиваться на работу секретарша, её спрашивают, сколько символов в минуту можете напечатать? Она говорит, тысяча. Но такая чушь получается. Вот, примерно то же самое. Совершенно не скучно, вопросов у нас очень много. Как только в эфир выходит президент, вы понимаете. Катим, блядь, за дедом. За дедом! О, беда! О, беда! Деды воевали, блядь! Накатим за Сталина, блядь, за дедом! За Родину, блядь, за Сталина! Накатим за дедом! Дед воевал, блядь, бабка воевал! Накатим за Родину, блядь, за Сталина, блядь, за дедом! Накатим за Родину, блядь, за Сталина! Накатим за дедом! Дед воевал, блядь, бабка воевал! Путин! Путин президент мира! Ура! За дедом, блядь, за Сталина! За дедом! Накатим за Сталина! Не пройдем Россию! Редактор субтитров А.Семкин